Схемонахиня Александра, основательница Дивеевской монашеской общины. Биография Агафья Семеновна Мельгунова, урожденная Белокопытова, была женой богатого полковника Владимирского помещика, в возрасте около 30 лет став вдовой, решила посвятить себя Богу и приняла монашество во Флоровском монастыре в Киеве под именем Александры. После смерти мужа у нее осталась трехлетняя дочь, умершая в девятилетнем возрасте, преподобный Серафим Саровский так говорила о матушке. Эта великая жена была я и по сей день ее стопыла бызаю. Канонизация 26 сентября 2000 года были обретены мощи преподобных Александры Марфы и Елены Дивеевских. 22 декабря 2000 года состоялось их прославление как местно чтимых святых Нижегородской епархии. Тем самым было исполнено предсказание Серафима Саровского о том, что три подвижницы – схемонахиня Александра, схемонахиня Марфы и монахиня Елена – со временем будут прославлены и мощи их будут открыто почивать в обители. После двух дней пребывания в Преображенском соборе Серафима Дивеевского монастыря святые мощи преподобных жен торжественно были перенесены на место, назначенной для них батюшкой Серафимом, в храм Рождества Богородицы. Мощи преподобных жен Дивеевских были перенесены в Казанскую церковь в ноябре 2006 года из-за ремонтных работ в церкви Рождества Богородицы. 6 марта 2009 года в монастырь был возвращен портрет матушки Александры. Мощи преподобных первоначальниц почивают в храме Рождества Богородицы. Отец Серафим так говорил М.В. Мантурову о месте строительства этого храма. Царицы Небесной угодно, чтобы была у них своя церковь к паперти же Казанской церкви, так как паперти это достойно алтаря, ведь матушка Агафия Семеновна, стоя на молитве, всю токами слез своего смирения омыла ее.